Самый опасный вид общественного транспорта – маршрутное такси. Самый безопасный трамвай и троллейбус. Их водители реже всего становятся виновниками дорожных аварий. В Краснодарском КТТУ решили воспитывать достойную смену работникам со школьной скамьи. И пригласили первоклассников из 48-го лицея на экскурсию в Восточное депо. Разовую акцию, похоже, продолжит серия регулярных визитов не только детских, но и взрослых. Что увидели в сердце трамвайно-троллейбусного управления школьники, знает Инна Чайка. Неспешный стук колес, запах машинного масла и восхищенные глаза детей. Сегодня у работников Восточного депо необычный день. Их размеренную работу потревожили маленькие гости. Для первого Б-класса организовали экскурсию. Урок под открытым небом решили провести в час пик, когда почти все трамваи на линии. Всегда же интересно посмотреть вживую, как это выглядит. Поэтому и пришла идея побывать в трамвайном депо, посмотреть, как это воочию выглядит. Поскольку некоторые дети не катались вовсе даже на трамвае. Первым делом первоклассник пригласили в Харьковский музейный вагон. Эта машина образца 30-х годов прошлого века занимает особое место на постаменте. Школьники удивились простору и внешнему виду трамвая. Посчитайте, сколько посадочных мест. А вот цех текущего ремонта посмотреть можно только через порог. Это помещение высокой опасности. Контактная сеть под напряжением 600 вольт. Здесь всегда кипит работа. Для начальника технического отдела это первый опыт проведения экскурсии на рабочем месте. Уследить за детьми помогают сотрудники депо, родители и классный руководитель. Мы провели такую экскурсию. И такие экскурсии можно проводить на регулярной основе. Потому что подрастающее поколение, ему интересно и нам интересно, чтобы они приходили к нам работать. На этом экскурсия закончилась. И весь класс собирается в парк на трамвае. А у семилетней Ангелины работа только начинается. Девочка увлекается историей Краснодара и хочет написать научную работу о городском трамвае. Говорит, экскурсия была бесценной. Только так можно познакомиться с закулисной жизнью городского транспорта. Бывает такой трамвайчик, который еще перевозил бабушек и дедушек в годы военной Великой Отечественной войны. Родители школьников отметили еще один важный момент. Участвуя в таких экскурсиях, дети учатся уважать чужой труд. Впрочем, это будет полезно и многим взрослым. Поэтому в дирекции КТТУ собираются разработать план экскурсии для горожан всех возрастов.